В зоне АТО за минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных. Пострадавших среди наших бойцов нет. Тем временем миссия ОБСЕ подсчитала, сколько раз в этом году противник открывал огонь и сколько людей погибли. Подробнее об этом Ирина Баглай. Марьенко, западный пригород, захваченного боевиками Донецка. Люди здесь за три года уже сбились со счету, сколько раз приходилось восстанавливать жилье. После очередного утреннего обстрела снова взялись за молотки. Мы уже вторые сутки здесь работаем. Вы в дом зайдите, там вот так по колено стекла. У меня эти двери вырвало. Тут шифер сорвало. Там окно вылетело. Эти окна, это я уже забил. Волна, видать, через то окно зашла в дом. Три ракеты из Грады, почти все дома на улице остались без окон и дверей. Причем разруху принесли не осколки. Очень сильная была ударная волна. А вот в огород Евгения прилетел сам снаряд. По двору и дому как будто прошелся смерч. Главное, говорит, уцелели. Теперь в поисках стройматериалов. Того нету, того у них нету. Брезенты дали, ни рей, ни чего. Я говорю, а до чего их лепить? Замотаться и спать. Было все. И в один миг ничего не стало. Подлатают, забьют окна и снова на чеку. Нам просто никуда деться. Привыкнуть невозможно. Уже ждем каждую секунду и каждую минуту откуда. Не знаем, только летит. Это уже севернее Донецка. Пески, село, которое разгромили еще два года назад. Люди выехали, но боевики до сих пор накрывают его огнем. Военные, которые уже не один год на передовой вывели формулу обострения в АТО. С начала недели в ОБСЕ констатировали, количество обстрелов удвоилось. И на передовой нет никаких признаков деэскалации.